Царь меж тем не теряет времени, принимает посла людоедского племени. Лондон и Париж смазали лыжи, царю остались послы пожиже. Царь перед послом так и скачет козлом, мол, вот тебе дочка, бери ее и точка. Знать дела совсем худы, раз дошло до такой беды. Ну да ладно, бывает и хуже, лишь бы девка была премуже. Царь, добрый день, веселый час, рады видеть вас у нас. Very good, salam alaykum, buona sera, вас издаст. Кто вы родом, сколь вам лет, вы женаты или нет? Не хотите ли с нашей фролин покалякать тет-а-тет? Нонька, это с кем ты, старый бес, тут разводишь политез? Твой посол, я извиняюсь, третий день как с пальмы слез. Будь на нем хотя бы картуз, не такой бы был конфуз. А на нем же из одежды ничего, помимо бус. Царь, ты шпионка, это факт, что не брякнешь, все не в такт. Ты со всей заграницей мне порушила контакт. Я годами жду гонцов, а она их и сельцов. Да кого ж тогда царемну отдавать в конце концов? Нонька, ты взгляни ему в лицо. Уши врозь, в носу кольцо, да и кожа вся рыбает, как кукушкино яйцо. Я сама, чего скрывать, не легла б с таким в кровать. Неужели нашу девку за такого отдавать?